Еще осенью прошлого года на расширенном заседании полицовета партии Нусултан Азарбаев заявил, что пришло время для модернизации Нур-Атана, который стал в Казахстане самой влиятельной политической силой. Это не случайно, ведь модернизируется вся страна. Именно об этом шла речь на встрече секретаря партии Каннебека Жумашева с членами депутатских фракций Нур-Атана в масляхатах всех уровней, членами комиссии партийного контроля и общественного совета по противодействию коррупции. По модернизации Нур-Атана принят план конкретных действий по семи направлениям. Одно из них – работа с кадрами. По словам Каннебека Жумашева, из кадрового резерва партии должны выдвигаться кандидатуры для госслужбы. Предусматривается трехэтапное обучение, в основном политическим технологиям. Президент отметил, что действительно не хватает у нас политологов в среде работников партии, которые могли четко оценить ситуацию, были способны знать решение конкретных действий в предыдущих ситуациях. Свободны владели тремя языками, могли разговаривать с населением, понимать их и принимать решения. Каннебек Жумашев подчеркнул, что одним из шагов модернизации станет ротация кадров из центра в регион и обратно, а также из региона в регион. Будет активно привлекаться молодежь. Надо также помнить слова председателя партии о том, что центральный аппарат Нур-Атана – не Министерство о региональной филиалы неуправления. Будет продолжен контроль за выполнением программ Нур-Лыжол, Нур-Лыжер. Также во время встречи был рассмотрен вопрос активизации работы в социальных сетях и другие важные задачи. Мурат Ибелмажит, Досымбек Токай, Иртасенфор.